Весной 2015-го на пересечении Гродненской и Гоздецкого в областном центре Брещины возвели здание Временной Церкви в честь иконы Божьей Матери Всецарица. Считается, что искренняя молитва, обращенная к этому образу, помогает исцелять тяжелые, в том числе и онкологические недуги. Есть истории чудесного выздоровления и в Брестском храме. Сегодня, 31 августа, верующие отмечают праздник данной иконы, а значит, в церкви – престольный праздник. Престольный праздник – это Малая Пасха. Это великая радость, счастье, и как на Пасху собираются люди, так на престольный праздник собирается такое множество людей. Я очень рад, что Богородицу почитают, все царицу любят. Вот этот образ очень чтимый, становится с каждым годом все чтимее и чтимее, потому что люди сюда приходят и получают исцеление. Символично, что именно в этот день состоялось важное событие – чин освящения закладного камня постоянного храма. Сегодня здесь котлован и начало строительных работ. Согласно проекту, это будет сводно-купольная церковь, представляющая восьмиконечный крест. Спроектирован храм по классическим канонам византийской архитектуры. Ссылаясь на слова ныне уже покойного святейшего Петра Археалексия, чем больше храмов, тем больше благочестивых, добрых, добропорядочных людей, которые любят свое Отечество, которые хорошо относятся к людям и которые хорошо относятся к тому послушанию, на которые поставил их Господь. Они добросовестно являются добросовестными отцами, матерями, они добрые соседи, они вообще добрые люди, добрые граждане нашего Отечества. Поэтому сегодня то, что мы совершили, это великое дело, и дай Бог, чтобы этот храм строился бы быстро, чтобы мы также вот в таком же торжественном моменте собрались для того, чтобы его осветить. Строительство культовых объектов – процесс важный, но непростой. Он зависит от того, насколько слаженной будет работа, как много людей решит подключиться к делу. Есть все основания полагать, что у этой церкви все получится. В церемонии приняли участие руководители города и крупных предприятий. Они уже активно участвуют в строительстве. Еще два года назад то, что мы сейчас можем закладывать камень в новый храм, казалось невероятным. Но с Божьей помощью, с усилиями всех у нас все получается. Я уверен, что не так долго пройдет до того момента, владыка, когда мы в таком же формате, в добром здравии будем вводить в строй этот замечательный уголок, этот замечательный храм. Для этого мы сделаем все возможное. Как руководитель города я вам заявляю, что хороший брещанин, замечательный житель города – это верующий человек. Поэтому мы и дальше будем делать все возможное для того, чтобы Божья вера проникала в души всех наших горожан и, прежде всего, нашей молодежи. С нашей стороны, с моей стороны вы увидите и видите полную поддержку. Не остаются в стороне и простые прихожане строительства нового храма. Рады все от мала до велика. И не только те верующие, что живут поблизости. На церемонию закладки приехали из многих микрорайонов города над Бугом. Нельзя было просто не прийти сюда, потому что здесь такое благоговение. Мы целый год молились, я целый год просила Богородицу, чтобы она помогла, чтобы она способила прийти на ее праздник. Вы сами понимаете, и когда мы сегодня прикладывались к иконе Божьей Матери в храме, которая находится слева, не по центру, а слева, вы видели, какую благодарность люди оказывают. Я понимаю так, что там полностью завешено было, почти на пол иконы. Значит, она помогает, значит, люди идут к ней. Сегодня очень хорошее настроение, наверное, у всех. Очень хорошо, когда открывается новый храм. Все радуются. Это очень здорово. Сегодня я чувствую радость, огромную радость. И мне очень приятно разделить эту радость со всеми, кто присоединился сегодня в этот день к нам. К слову, это единственный в области храм в честь иконы Всецарица и всего второй в стране. А между тем, по молитвам у списков чудотворного образа, который находится на горе Афон, исцеление от онкологических недугов, пьянства, наркомании, колдовского воздействия получили тысячи человек. Возможность помолиться небесной заступнице есть и у брещан. И верующие надеются, что скоро икона обретет свое постоянное место. Продолжение следует...